Васильковые варенья И стали ходить друг к другу в гости Пробовать и сравнивать У кого вкуснее получилось Ну, кому теперь пойдем? Задумчиво глядя на мышонка Сказал ежонок У меня уже были Варенье и семечек пробовали Три банки И у меня тоже Три банки Ва! Вставил лягушонок А, помню У тебя желтый из тыквы было Ну, пошли тогда К Светлячку Светлячок так обрадовался гостям Что выставил на стол Все, что у него было Прозрачные, как стеклянные шарики Ежевику Большие красные яблоки У которых от спелости Внутри семечки Как в погремушке гремели И самое главное Голубое Восельковое Варенье Все весело усели за стол Положили по полной чайной чашке варенья И только взяли за ложки Как Светлячок Ни с того ни с сего Влез по стенке на потолок Глубоко вздохнул И засветился Эй, Светлячок Ты чего это на потолок забрался Слезай к нам Может, ему варенья жалко Тихо, сказал мышонок И отодвинул от себя чашку Конечно, жалко Обиделся ежонок Хозяин называется Гости пришли А он прыг на потолок И молчок Пошли отсюда Ну, как вы не понимаете Выпуская воздух Воскликнул маленький Светлячок Ведь если я стану разговаривать Я перестану светиться И в самом деле Он стал медленно Гаснуть Все сидели в темноте И грустно Молчали Да Сказал наконец ежонок Нельзя Сразу делать Два дела Правильно Закричали гости Лучше, лучше, светись В маленьком огне Из густой травы Весело горит Огонек Сумерки, друзья Вовсе не страшны Светит им ночи Свет лечен Блеск у стебельку Он под потолок И как у свечи Фитилек Загорелся как Солнце теплым днем Хорошо друзьям у него Великодушник 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 Слушная дочь. Эта история произошла на самом деле. Давным-давно в одной стране был очень суровый обычай. Всяком, кого уличали в воровстве, отрубали руки. Однажды в краже обвинили знатного вельможу, царского любимца. Царю было очень жаль его, но он не мог отступить от старинного обычая и велел наказать преступника. Но вот, за день до казни во дворец пришла девочка, дочь этого вельможи, и со слезами стала просить допустить ее к царю. Придворные исполнили ее просьбу. Девочка упала перед грозным владыкой на колени и воскликнула. Великий государь, моему отцу должны отрубить руки, но я прошу вас, чтобы отрубили не его, а мои маленькие ручки. О, великий царь, я прошу, пощади моего отца. Как же будет жить он без рук, знаю я, он не виноват. Если же не веришь мне ты, у своих придворных спроси. На весь белый свет лучше нет, и честней папы моего. У царя были свои дети. Ему понравилось, что маленькая девочка так любит отца. И он сказал. Пусть будет так, как ты просишь, но ты можешь отказаться от казни, хоть бы и в самую последнюю минуту. На другой день девочку повели на двор казни. Среди двора стояла плаха, а возле нее палач с острым мечом. Девочка побледнела, смутилась на минуту, но скоро овладела собой и подошла к плахе. Палач крепко привязал ее руки к плахе ремнями. Девочка не проронила ни слова. Палач поднял меч, она закрыла глаза. Меч сверкнул и опустился, не задев и края пальцев. Царь прощает твоего отца за великую твою любовь, объявил посланный от царя. Отворились двери тюрьмы. Бежит к дочери отец. Целует у нее руки. Обливает их слезами. На другой день царь объявил народу указ об отмене на веки жестокого старого обычая. На дворе казни по царскому приказу поставили столб с мраморной доской. И на ней золотыми буквами написали, как дочь готова была отдать свою жизнь за жизнь отца. А в конце прибавили такие слова. Счастливые отцы, у которых такие дети. Счастливые отцы, у которых такие дети. Молчаливый камень Давным-давно на самой окраине города, возле темного леса, жил в маленькой избушке старый священник-монах. Был он великий молитвенник. И с этим монахом всегда неразлучно был мальчик Ваня. Лет ему было столько, сколько тебе, а родителей у него не было. Никто и не знал, где они и кто они. Умерли давно или живы. И когда мальчика кто-нибудь спрашивал «Чей ты?», он всегда отвечал «Боженькин». Он тоже молился со старцем, Господу и Богородице, и любил их, как отца и мать. И получалось, что он вроде и как сирота был, и не сирота. Разве назовешь сиротой того, у кого Бог – Отец, а мать – Пресвятая Богородица? И монах поучал Ивана добрым, послушным да ласковым быть, и Бога с Пречистой Девой любить. А Иван – Дитя Божье, его всегда во всем слушался. Еще любили они разговоры на духовные темы разговаривать. Евангелие читали, да про жизнь рассуждали. И были они для Руси не прохожие, потому как делали дела они Божьи, а были верные ее сыны, потому что не делали дела сатаны, не лгали, не гордились, а постились да молились. Так они и поживали кротко, тихо да молитвенно. А рядом с ними в том городе жили люди неверующие, все никак не хотели к Господу обратиться. Сетовал на это мальчик, а старик утешал его. Ничего, ничего, чада, святые люди предсказывали, что придет время у нас на Святой Руси, когда и дети будут камни на строительство храмов Божьих на себе носить. А еще в Евангелии написано, что когда Господь Иисус Христос въезжал на осленки в Иерусалим, его дети прославляли. Злые же люди, фарисеи, запрещали им. Тогда Господь сказал фарисеям, «Если дети умолкнут, камни возопьют, то есть подадут голоса свои, так что прославляй Бога вместе со мной, и все будет хорошо». Утешит его так старец, Иван Дитя Божье не успокоится. И вот однажды пришли жители города к старцу и просят, «Помоги нам, отче, разреши спор. Вот мы вырыли большую яму, чтобы построить здесь что-нибудь. И одни из нас говорят, что надо дом строить, где много людей жить будет, другие, что рынок, где все можно будет купить. А третьи хотят место для всяких увеселений соорудить. А что ты скажешь?» Святой старец им и отвечает, «Стройте храм Божий». А люди над ним смеяться стали, «Нам сначала нужно самим себе жилье построить, покушать вкусно, да одеться хорошо, потом повеселиться, да погулять, а с храма Божьего что взять? С ним можно старче и обождать». Старый священник им снова сказывает, но уже грозно, «Прежде всего надо Бога прославить». И не знали жители того города, что ему ответить. Только и сказали, «Вот ты говоришь, что наступит скоро время, когда и дети будут на себе камни носить, на строительство храмов. Когда это сбудется, мы церковь и построим, а тебя в нее священником возьмем». Обратился тогда монах к Ивану-детяте Божьему и говорит, «Пойди-ка, сходи к моему камню, послушай, кто что говорить там будет». А камень старцев огромный был, лежал он на опушке леса, и святой старец-монах на него молиться ночами раньше ходил. Да вот теперь монах сильно состарился, подзанимок, и ногами слаб стал. Так что не дойти ему самому до своего камня. Пошел Иван-детя Божье. Встал возле камня и слушает, кто что говорить будет. И вот прилетел на камень петух, закукарекал, да и говорит, «Никто лучше меня не может Бога прославить!» А-а-а-а! Возвратился мальчик к монаху и все ему пересказал слово в слово, а народ весь стоял и слушал. «А что камень-то ему ответил?» спрашивает старец. Камень молчал отче, говорит Иван-детя Божье. Тогда послал его старец во второй раз пойти послушать у камня, кто что говорить будет. И прилетела на камень ласточка, защебетала свою песенку и говорит, «Никто лучше меня не может Бога прославить!» Иван опять все слово в слово старцу передал. И снова спрашивает его монах, «А камень-то, что я и ответил?» Камень молчал отче, говорит ему Иван-детя Божье. «Так пойди еще в третий раз, послушай, кто что говорить будет». И опять пришел Иван-детя Божье на опушку, где камень лежал. На этот раз прилетел соловей. Стал разливаться он своими трелями, напелся, насвистелся, да и говорит, «Льется песенка моя ласкова и грустна, а без пенья соловья холодна и пусто. Никто лучше меня не может Бога прославить!» И снова вернувшись, Иван-детя Божье передал принародно все слово в слово своему старцу. «А камень-то, камень, что ответил, не унимается старец?» Иван-детя Божье ему и в третий раз отвечает. Камень молчал отче. Тогда стал недоумевать монах и говорит, «Сей камень знает, сколько я бессонных ночей на нем в молитве провел, и что только человек лучше всех созданий Божьих может Господа прославить. Видно, неспроста он молчит, и молчание его со значением. Пойди-ка и отнеси его в ту ямину, что жители города выкопали». Удивился Иван-детя Божье, «Как же такое ему, ребенку, совершить можно, когда и один осколок от этого камня, наверное, пуд целый весит?» Но не мог он ослушаться старца, ведь послушание прежде всего. Пошел, и откуда только силы у него взялись? Видно, Бог так сподобил. Взвалил он на себя этот камень огромный, понес его через весь город, да и бросил в ту ямищу, что жители города вырыли. А камень такой большой был, что всю ту ямищу и закрыл. И как только свалил его с плеч Иван-детя Божье, ударился камень о землю, и воскликнул он человеческим голосом. «Слава Богу за все! Славьте, Господа, люди, пока все камни с земли русской не возопили!» Испугались и удивились жители того города, что даже молчаливый камень Бога прославил, и стали на нем тут же церковь Божью строить. «Грешно-то человеку после всего этого Создателя своего не прославить, ведь в храмах-то Божьих сам Бог, его причистая Матерь, да ангелы со святыми угодниками обитают». А Иван-детя Божье возвратился к своему старцу радостным, упал перед ним на колени, да и говорит «Видно сбылось наконец твое пророчество, отче, что и дети будут носить на себе камни на строительство храма». Ничего не ответил ему старец-монах, а только опустился вместе с ним на колени и стал Господа славить. «Видите, дети, сбылось все-таки в сказке великое предсказание. Может, и в нашей с вами жизни сбудется. А хорошо ведь один хоть самый маленький камешек в стену храма Божьего положить. А камешками этими и любые добрые дела могут быть. А то ведь если все камни земли русской возопьют, стыдно нам будет в тот час. Что вы на это скажете? Согласны со мной? Ну, тогда помогай вам Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Незабудка Маленький незабудка Среди высокой травы Тянет к свету ладошки Нежные лепестки Венчиком желтым, как солнце Смотрит он на небеса Не замечает Он ни тебя, ни меня Что видишь ты, незабудка Тайну какую хранишь Сон свой чудесный, нечуткий Нам поскорей расскажи Венчиком желтым, как солнце Он улыбается всем Кто же откроет Нам незабудки секрет Я хочу рассказать вам О маленьком голубом цветочке С золотистым венчиком Точно сердечком в середине Цветочек этот Называют незабудкой Когда я был еще Маленьким ребенком То гуляя с няней в обширном парке Окружавшим наш дом Всегда надолго Останавливался Около большой канавы Отделявший парк От темного бора По краям этой канавы Росло множество Самых крупных Самых прелестных Незабудок Я не мог Насмотреться на них Мне казалось, что незабудки Смотрят на меня Своим лазоревым взором И говорят Не позабудь Няня моя была Женщина необыкновенно Добрая Простая сердцем И глубоко Набожная Она любила слушать Священные писания И знала много Занимательных рассказов Религиозного содержания На повторяемые мои вопросы Не говорят ли эти цветы Один раз Она ответила Рассказывают благочестивые люди Что однажды Цветы говорили И лучшее слово Сказал твой любимый Лазоревый цветок Расскажи, няня Что это за слово Незабудка? Изволь, друг сердешный Слушай И не шали Пока я буду говорить Когда Господь Бог Сотворив мир Почил от трудов своих То позвал к себе Первого человека Адама И при нем Дал имя каждому животному Потом Поставил перед собой рядами Все растения Встал посреди них И к каждому дереву Цветку, травке, былинке Говорил подряд Его название И для чего оно назначено До тех пор Пока они не запомнили Только один цветочек Стоял безмолвно В большом смущении Подняв на великого творца Свои голубенькие глазки И открыв ему Свое золотое сердечко Он в блаженном восторге Все позабыл Кроме создателя И не мог ничего запомнить Опустив к земле Цветы и бутончики Голубой цветочек Залился румянцем смущения И умоляющим голосом Пролепетал Господи Отец всего создания Прости меня Я не мог оторвать От тебя взоров моих И позабыл Самого себя Если тебе будет угодно Повторить мое название Я никогда его не забуду Творец неба и земли Взглянув с любовью На этот цветок Произнес Вины нет в том Что ты забыл Самого себя Меня ты только Не забудь И удалился Цветок Так и остался В блаженном состоянии Божественного восторга Сделался любимцем Всех и каждого Вот как и тебя Господь Наградил его За любовь к себе Прекрасным именем Не забудки Вложи и ты В свое детское сердце Завет Господа Данной незабудкой Меня ты только Не забудь Редактор субтитров А.Семкин Премудрый царь Жил на свете Один очень мудрый царь И вера в Бога была у него большая Но слишком уж он состарился И было у него Три сына-близнеца Стал он размышлять Кому из них Царство свое передать Решил он Испытать их И все его повеления Они выполнили с честью Пошлют их на войну Все сражаются смело И непременно Врагов победят Загадают им загадки Они их все отгадают И надумал он тогда Женить их Трудно мне узнать Кто из моих сынов Достойнее, чтоб царством управлять Посмотрю-ка я Какую жену себе Кто из них выберет Ведь, как говорится в народе Какова жена Таков и муж По его жене Я и узнаю достойного Так он и поступил А когда три свадьбы Разом сыграли Стал царь своих невесток Испытывать И сделал он Вот что Подобрал где-то На пыльной дороге Обыкновенного Нищего калеку Да к тому же Еще и немого Привел его к себе Во дворец Созвал невесток И сказал им Так с хитростью Вот смотрите Я нашел Странника Прозорливого Многие тайны Божии Ему открыты Но не может он Оставаться нигде Больше трех дней Так пусть Эти три дня Он у каждой из вас По дню проживет Взяла его Первая невестка К себе домой И только на двор Завела Сразу спрашивает Скажи Святой человек Не моему ли мужу Царем быть Ничего не ответил Ей нищий Показывает руками Дескать Не могу я говорить Рассердилась Рассердилась Эта невестка Не накормила Не напоила его Да и прогнала Со двора На следующий день Взяла его К себе Вторая невестка И тоже Только на двор Они зашли Сразу спрашивает Скажи Странник Святой Не моему ли Мужу Судьба Царем Быть Выпадает А что Ей может Ответить Немой Да еще И неграмотный Дала она Ему Сухарь Да постелила Трепье В конюшне На ночлег Наступил Черед Третьей Невестке Нищего К себе взять Она ласковая Да приветливая Была Сначала Накормила Его Напоила И спать Уложила А спрашивать Так ни о чем И не стала Видит Что человек Немой Да и неграмотный Разгадала Она хитрость Тестя Порадовался Царь За свою Третью Невестку И снова Собрал Их Всех Вместе Теперь Испеките Мне Что-нибудь Этакое К царскому Столу А говорил Снова С хитростью Ведь была В этот день Суббота Страстная Как раз Перед Пасхой Всю ночь Проработали Две Невестки И так как Не терпелось Им царицами Стать Принесли Царю Ни свет Ни заряд Одна Пирог С яблоками Пышный Да пахучий А другая Торт Со всякими Украшениями А третьей Невестки Все нет И нет Наконец Пришла И она Что же Ты так долго Спишь Другие Невестки Мне уж С раннего Утра Гостинца Принесли Не прогневайся Мой Царь В церкви Я всю ночь была Богу О всех Нас Молились До утра И тебе Я принесла Развернула Развернула она Расшитые Узорчатыми Крестами Полотенце И подает ему С поклоном Пасхальный Кулич Христос Воскресе Батюшка Воистину Воскресе Ответил ей Радостно Царь Поцеловал Ее Трижды И снова Порадовался За эту Свою Невесту Ну что ж Посмотрю Какие Вы Рукодельницы Шейте Мне Каждое Что-нибудь К празднику Пресвятой Троице На Троицу Во дворце Все полы Чабрецом Да мятой Посыпали Запах Чудный Стоит Как В поле Ждут Прихода Невесток Рукодельниц Пришла Первая И принесла Ему Мантию Царскую Всю Золотом Расшитую А сама Думает Недолго Видно Царю Жить Осталось Будет В этой Мантии Мой Муженек Когда Царем Станет Ходить Пришла Вторая Невестка И принесла И принесла Богат Богатый Ковер А сама Тоже Как и первая Думает Недолго Жить Старому Царю Будем Видно Мы с Моим Мужем На этом Ковре В чертогах Царских Послов Из разных Стран Принимать А третья Пришла И принесла Ему Икону Всю бисером Да драгоценными Камнями Расшитую Вот тебе Мой Подарок Батюшка Царь Будешь Перед Этой Иконой О народе Своем Молиться Да Себе Чтобы Подольше Тебе Жить На земле Уж Очень Ты Мудро Страной Управляешь Понравился Царю Подарок И эти Невесткины Слова Пришлись По душе И поставил Он Царем Над Всею Своей Державою Ее Мужа Ты Наверное Хочешь Знать Как Звали Эту Цареву Невестку Ее Мужа Так Об этом Во всех Сказках Написано Ее Конечно Звали Марьи Царевны А муж Ее Никто Иной Как Иван Царевич Он Еще И по Сей День В этом Царстве Государстве Со Своей Разумной Красавицей Женой Правит Редактор субтитров Разноцветная паутина Разноцветная паутина Разноцветная паутина У самого пруда В душистом укропе Жил Маленький Прималенький Паучок Который Больше всего На свете Боялся Мух Все жители Старого сада Бабочки Стрекозы Лягушки Ежи И даже Сами Мухи Смеялись Над ним А его Братья Большие Пауки Дразнили Лодырем Ведь он Не плел Паутину Надо Доказать Всем Что Я Не Лодырь Решил Маленький Паучок И этой же Лунной Ночью Нарвал Ярких Красных Матов Желтых Ромашек Синих Васильков И Выкрасил Ими Всю Паутину В саду Сколько лет Уже Я на свете Живу Но Нету У меня Дела Нужного Дела Важного И Ужасно Доброго Пусть сияет Радуга 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 Пусть она Всех Радует Радует Да И Растинки Капельки Слово Крутолики В паутинке Светятся Светятся Всегда И Растинки Капельки Словно Крусталики В паутинке Светятся Светятся Всегда Пусть Качаются Словно Шарики Паутинки На ветру Краски Чудные Краски Разные Засияют Поутру Пусть сияет Радуга 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 Пусть Она Всех Радует Радует Да И Растинки Капельки Слово Крусталики Паутинки Светятся Светятся И росинки-капельки, словно трус-талики, Паутинки светятся, светятся всегда. Это было так красиво! Простая паутина превратилась в дорогое разноцветное украшение, В котором, как бриллианты, сверкали капельки росы. — Вот обрадуется утром, братья! Счастливо улыбался маленький паучок. Но, увы, утром злые-призлые большие пауки, ругаясь, Отмывали грязными тряпками свои сети, Потому что мухи сразу замечали разноцветную паутину, И ни одна из них не попалась. А маленький паучок, который не хотел никого ловить, Тихонько ушел из этого сада. И теперь никто не знает, где он живет. Субтитры создавал DimaTorzok Сказка о кроткой овечке Кроткой овечке очень горько бывала от обид со стороны разных животных. У кого были рога, у кого когти, у кого острые зубы, у кого ядовитое жало. И лишь только одна кроткая овечка была совсем-совсем беззащитной. И стала кроткая овечка жаловаться создателю на свою долю. Господи, почему я такая слабая и беззащитная? Господи, Господи, почему нету овечки, кроткой овечки, Ни клыков, ни жала, ни когтей? Господи, Господи, дай и мне, кроткой овечке, хрупкой овечке, Что-то для защиты от зверей. Ну почему должна я всех зверей в лесу бояться? И со всех копытчить, что из леса убегать? Господи, Господи, дай и мне, кроткой овечке, хрупкой овечке, Что-то, чтоб чуть-чуть сильнее стать. Услышал Господь Бог ее мольбы и говорит, Будь по-твоему, я готов сделать так, чтобы у тебя на ногах Выросли острые когти, а во рту острые зубы. Испугалась кроткая овечка, Как только представила себя с острыми когтями и зубами. Нет, 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 я не хочу быть такой страшной, как хищные звери. Может быть, ты хочешь иметь ядовитое жало, Как у змеи или скорпиона? Нет, ни за что. О, ядовитых животных все обходят стороной, С ними дружить никто не хочет. Тогда я подарю тебе длинные-предлинные рога, Чтобы бодаться, когда на тебя нападают. И рогов не хочу, А то, пожалуй, стану такой же непослушной и упрямой, как козел. Но если ты хочешь, чтобы тебя не обижали, Ты должна будешь научиться драться и обижать других, Сказал кроткая овечке Господь Бог. Драться и обижать других? Нет ничего хуже, чем обижать других. Если так, пусть я останусь кроткой и беззащитной. Лучше уж самой терпеть обиды, чем обижать других. Порадовался Господь Бог таким словам кроткой овечки, Благословил ее, И перестала с тех пор кроткая овечка Жаловаться на свою долю. Так и среди людей. Кротость – самое сильное оружие против злобы. Бог будет с тобой и благословит тебя, малыш, Если ты будешь относиться к своим обидчикам с любовью и кротостью. Господи, как же хорошо, Что у овечки кроткой овечки Нет ни жала, ни больших зубов. Не надо мне ни жалить, ни кусаться, ни податься. Никого не надо обижать. Господи, как же хорошо, Что у овечки кроткой овечки Нет ни жала, ни больших зубов. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Субтитры создавал DimaTorzok